Добрый день, добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире Финам ФМ Сухой Остаток. Меня зовут Олег Дмитриев, и так время поговорить о том, что, что деется, что творится, что происходит на финансовых рынках. Тема сегодняшнего эфира, ну мы ее так романтично обозвали, собственно, кто сейчас, да, какие настроения преобладают на рынках, медвежий или бычный, растет он или падает, что нам ждать до конца года, ну и, кстати, да, все-таки некий взгляд такой поверхностный пока еще, а может быть и не очень поверхностный, бросим на год следующий, много очень событий, ожидаемых, да, и запланированных, и возможных, как, что год, что год грядущий нам готовит, ну, на самом деле еще будет время об этом посудачить до конца года, у нас две недели, по сути, да, там рабочих еще остается. Ну что ж, ну что ж, вот об этом, обо всем мы сегодня говорим в эфире с моими гостями. Представляюсь, сегодня в студии Карен Саджанян, менеджер по работе с клиентами, РМГ, прости, пожалуйста, не рассмотрел. Добрый день, Карен. Добрый день. День добрый. И в студии Дмитрий Дорофеев, главный стратег по долговым рынкам, компания БКС. Добрый день, Дмитрий. Добрый день. Телефон студии 651099, 6, код Москвы 495. Сайт компании finam.fm. Уважаемые слушатели, звоните, пишите, задавайте свои вопросы, делитесь собственными мнениями по этому поводу. И последнее приготовление. Давайте я начну, как всегда, с того, что посмотрим, что происходит к этому моменту на финансовых рынках. Итак, картина маслом. Вчерашняя Америка. Вчерашняя Америка торговалась в плюсе, в небольшом, но, тем не менее, в плюсе. Dow Jones плюс 0,03%, S&P плюс 0,1% и плюс 0,1% NASDAQ. Азия сегодня напротив в отрицательной территории, 0,2% потерял Nikkei, 225% и Шанхай композит в легком минусе 0,03%. Европа и наши индикаторы сегодня растут, ну, не так бурно, может быть, как две сессии подряд назад. Но, тем не менее, Европа 1,10% прибавляет в моменте, и мы видим РТС в плюсе на 0,04%, 1412% его текущая котировка, и ММВБ 0,03%, 1466%. Рубль практически без изменений сегодня, но, тем не менее, стабильно держится ниже 33 фигуры, 32,70% с небольшим плюс-минус. Смотрим дальше. Сырье и Форекс. Дорогая нефть, нефть марки Брэнк, 110 долларов за унцию, Лайтсвит сокращает спред, 98, почти 99 долларов стоит бочка этой нефти, процент по сравнению со вчерашним закрытием. Золото отскок опять формирует, 1245 прибавляет почти процент золота, и евро-доллар, уверен, движется к годовым недавним максимумам, 1,3750 сейчас котировка этой пары, ну а напомню, некоторое время назад, 38,30 мы видели, до заседания ЕЦБ в частности. И набор голубых фишек, смотрим на них, они сегодня разнонаправлены, и лучше рынка, гораздо причем лучше, 2,5% в плюсе Ростелеком, далее 1,5% Аэрофлот и процент НЛМК обычка прибавляет, сегодня 1,5% Уралкалий, хуже рынка Газпром, минус 0,3%, почти процент теряет МТС, минус 0,7% Роснефть и минус 0,3% Северсталь. Ну такая разнонаправленная динамика, хотя все-таки смотреть на индексы, в целом, да, температура по больнице, она все-таки положительная, потихонечку прибавляют они. Итак, давайте начнем нашу беседу, Карен, первый вопрос, ну опять-таки, если формулировать, или еще раз произнести заголовок, вот на твой взгляд, на рынке сейчас, какие настроения, бычьи, медвежьи, неопределенности, там треугольники кругом, плашные? Ну, самое главное, что я могу сказать, что настроения точно неплохие. Неплохие? Неплохие. В принципе, есть у многих ощущения, что мы, скорее всего, можем подкорректироваться, но все равно у многих есть понимание того, что следующий год должен быть неплохой, это уже забегая вперед. Еще один важный момент, который бы хотелось отметить, это то, что мы видим, что даже когда рынок остается, да, неактивным, и вроде кажется, что будет сползать, отдельные бумаги, да, мы знаем, ну, мы можем сейчас перечислить достаточно большое количество имен, которые, в принципе, даже за последние две недели показали очень неплохие результаты. Там, там, Аэрофлот, Сургут-Прев, там, та же Башнефть, которая отскочила, да, там, после вот падения, после отсечки дивидендов, там, на разных новостях. То есть, я говорю это к тому, что отдельные истории, даже не отдельно, а, в принципе, их немало, которые отыгрываются, и рынок готов заходить в эти истории, поэтому это говорит о том, что, как бы, интерес к рынку не уходит. Другой вопрос, что, действительно, объемы, все-таки, нельзя сказать, что растут, и в целом, конечно, рынок сжался, но пока, скажем так, да, вот, мы видим хорошую реакцию, правильную реакцию на положительные новости, да, там. И штатов, ты имеешь в виду? Не только штатов, я имею в виду вообще новости по компаниям. Правильные, скажем так, реакции на интересные всякие события, то это говорит о том, что интерес к рынку не уходит. Ну, другими словами, все-таки народ настроен, да, чтобы подрасти, хотя бы до конца года немножко подрасти. Ну, вот, вот здесь вопрос насчет до конца года. У меня нет ощущения, что мы будем сильно выше. В принципе, на прошлой передаче я, как раз мы и обсуждали с моим оппонентом. В принципе, как я и сейчас остаюсь придерживаться того мнения, что я не уверен, что мы будем сильно выше. Я даже больше того не уверен, что мы останемся на этих уровнях. Может быть, после, вот, именно после новогодних праздников мы немного откорректируемся. Но, в целом, я думаю, что вот ближайший год он должен быть неплохим. Хорошо. Дим, ты как смотришь на рынок, на текущий, на текущий пока? Ну, то есть, Карен говорил про рынок акций. Это немножко не моя стихия, скажем так. Да, но, в целом, вот, в пятницу было, в ведомстве собирал портфельных управляющих. У них консенсус-пронос сложился на следующий год. Очень оптимистичный. Плюс 20%. Да, плюс они видят большую перспективу роста. Но понятно, что портфельные управляющие, они в своей стихии. И вряд ли когда-то они могли бы видеть падение на минус 50%, условно. А что, если говорить с точки зрения макроэкономики? Нет, подожди, я вдруг подумал о том, что портфельный управляющий, в данном случае, прогнозирует, может, собственную доходность. Вот он же профессионал, он может и на падающем рынке заработать что-нибудь. Или все-таки речь шла именно об ожидании рынка? Да, в общем, уже не о рынке, то есть, там, изменение индекса РТС, МВБ. Ну, плюс 20%. Ну, в глобальном случае. Ну, это должны сложиться факторы так, что так будет. Ну, а мой взгляд, такое вряд ли возможно. Скорее всего, уроста будет чуть меньше, ну, по моей позиции. Ну, именно рынка, да, а не отдельный бумаг. Ну, скорее всего, он будет. То есть, в принципе, год не обещает быть мега плохим. Но вот если рассматривать с точки зрения макроэкономики, как раз вернулся недавно с форума, концентрс макроэкономистов, ведущих наших стран, стоит в том, что наша экономика будет расти очень медленно. В среднем пронос будет 1% роста ВВП. В следующий год? В следующий год, 14. От минус 1 до плюс 2%. Официальный пронос сейчас 2,5%, он, скорее всего, будет нереалистичным. И в этом плане наш рынок продолжает выглядеть непривлекательно для нерезидентов. У нас нет сильных драйверов роста для всего рынка. Есть драйверы для роста отдельных компаний, но для всего рынка нет. У нас большая зарегулированность компании. Невысокий уровень корпоративного управления, который очень сильно пострадал за последние 2 года. Не надо сказать, что он стал плохим. Он просто не улучшился за 2 года. И это все очень сильно влияет на потоки нерезидентов. Сильно уменьшились обороты на бирже торговые. Упали в 2 раза. Но на этом фоне растет привлекательность российского долгового рынка. А также обороты на долговом рынке выросли больше, чем в 2-3 раза в последние 2 года. И для нерезидентов в том числе? Для нерезидентов в первую очередь. Потому что они были допущены на рынок в начале текущего года, на рынок ОФЗ. И сейчас они делают где-то половину всех оборотов. Сейчас оборот долгового рынка в дневной в 3 раза больше, чем оборот рынка акций. Бешеные обороты, большой приток. Ну, плюс нерезиденты теперь делают большие обороты на рынке, и в валютном рынке через небольшие потоки проходят, в первую очередь спекулятивные. И это ощущается. То есть, в принципе, на рынок акций такой, вот у меня взгляд, возможно, умеренно оптимистичный, а то до умеренного негативного. То есть, какого-то мега роста там лично я, как рынок, не жду. Скорее всего, следующий год будет такой, возможно, более спокойный. Возможно, таких коррекций не будет, как в этом году. Но и мега роста тоже не предвидится, на мой взгляд. А до конца года как ты смотришь? Ну, на рынок акций у меня вообще, мне кажется, нецелесообразно спрашивать, что там будет. Ну, спекулятивное движение в конце года, особенно в конце года, там многие бумаги будут переоценивать, особенно 2-3 эшелона, чтобы фонды переоценить. Особенно в последний день такое часто происходит. Ну, посмотрим. Хорошо, посмотрим, действительно. Спасибо. Значит, сейчас мы прервемся, послушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим эфир. Ну что ж, друзья, мы продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии Карен Исаджанян, менеджер по работе с клиентами РМГ. И Дмитрий Дорофеев, главный стратег по долговым рынкам компании БКС. Мы обсуждаем, как всегда, текущую ситуацию на финансовых рынках. Все-таки пытался я услышать ответ на вопрос, бычий или медвежий. Ну, Карен, я так понимаю, склоняюсь все-таки к позитивному какому-то ожиданию. Вот. То же самое, примерно, и у Дмитриев. Нейтрально, умеренно, оптимистично. Нейтрально, умеренно, оптимистично. Держать, да? Держать. Как обычно аналитики дают прогнозы. Облигация. Облигация. Держать. Хорошо, значит, мы продолжаем эфир. Но я напоминаю, телефон в студии 6510-99,6, код Москвы, 495. Сайт компании финам.ФМ. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы. Карен, значит, посмотреть на ситуацию более широко, имеется в глобальном смысле. Вот. Хотелось бы твоего комментария услышать по поводу, ну, прежде всего, рынка акций, да, и вообще рынков развитых стран Америки прежде всего. Ну, и историю с пресловутым ожиданием сворачивания куе, тем более, я напомню, в пятницу на прошлой неделе, да, вышла статистика по рынку труда. Вот ее рынок тоже как-то там пытался, да, и в пятницу уже отыграть. По крайней мере, ну, скажем так, именно что пытался, потому что, как бы, вот эта вот отрицательная волна, которая была сразу после выгода хорошей статистики, в принципе, потом все вернулось обратно на те же уровни. Ну, понятное дело, да, что, естественно, есть такое ощущение, ну, не ощущение, скажем так, такой страх у инвесторов, да, что там чем лучше статистика, тем как бы больше вероятность сворачивания программы количественного смягчения. Но, с другой стороны, если посмотреть, то, в принципе, у меня, честно вам скажу, нет ощущения, что программы будут сворачивать вот какое-то ближайшее время, это раз. Во-вторых, я, хотя я уверен, что, возможно, действия какие-то начальные в 2014 году уже предприняты будут. С другой стороны, это будет говорить о том, что, как бы, экономика все-таки, действительно, там, отчасти восстанавливается. Здесь, на мой взгляд, еще... Американская экономика. Да, здесь имеет смысл, на самом деле, пристальное внимание обращать на именно, не только рынок труда, но еще на промпроизводство, потому что все-таки мы понимаем, что, да, надо смотреть там, потому что финансовый сектор, да, в принципе, как бы он, вот, благодаря вот всяким программам количественного смягчения, он, естественно, быстрее восстанавливается. А вот как деньги доходят до реального сектора, вот это вот гораздо более важный вопрос. Поэтому вот этот еще момент именно по промпроизводству. И еще такой момент, что страхи такие есть, но нужно понимать, что если частично программа сворачивается или полностью сворачивается программа, то реакция рынка может быть вполне достаточно короткой. То есть вот эта негативная волна, она может быть короткой. Потом начнут все переоценивать, как бы, да, реальную ситуацию. И, в принципе, надо же понимать, что, как бы, изначально такое движение, раскачивать лодку будут спекулянты. Поддержат ли ее инвесторы, вот еще вопрос, потому что, да, все равно есть риск, что вы там свои большие позиции потом откупить по тем же ценам не сможете. Вот, поэтому, как бы, говорить о том, что будет однозначно отрицательная реакция, на мой взгляд, это неверно. Раскачка, конечно, она вполне вероятна. То есть будет достаточно большое количество спекулянтов, которые захотят сыграть там, да, вот именно на понижение. И, в принципе, скорее всего, я думаю, заработать на этом удастся. Весь вопрос, насколько долго это будет продлеваться, и сможет ли инвестор, который, скажем так, откроет более длинную позицию, сможет ли на этом заработать. Вот это вопрос. Это вопрос, да, это вопрос. Кстати, ожидания начала сворачивания на декабрь месяц нет у тебя? У меня нету. На следующем заседании нет? У меня нету. То есть заседание уже вот-вот, да, как бы у нас грядет. Честно вам скажу, опять, да, как смотрим, слушаем пристально по поводу комментариев, да, пытаемся найти недосказанные намеки, вот, но... Между строк, читаем между строк. Да, читаем между строк, но думаю, что вот сейчас вот кардинально никаких мы таких вещей не услышим. Дим, возвращаясь к твоему рассказу о недавнем форуме, да, который ты посетил, извини, пожалуйста, я хотел уточнить вот что, ожидания о замедлении российской экономики, ну, вероятно, эти ожидания базируются и на событиях внутри России, но и в том числе, может быть, да, эти ожидания связаны с тем, что вот сейчас мы обсуждали, что в Америке грядет все-таки начало сворачивания QE3 и не поздоровится всем, и в том числе и развивающимся рынком. Как ты считаешь? Ну, естественным образом. То есть, в принципе, по поводу QE3 сейчас треть опрошенных экономистов Bloomberg ожидает сворачивания уже на то, что начнется в декабре. И 40% ожидает, что начнется лишь в марте следующего года. Билл Гросс, управляющий крупнейшего фонда, бандового фонда, у которого активов больше, чем на 1 триллион долларов, ожидает, что 50 на 50 объявят, не объявят. Моя позиция состоит в том, что сейчас все основания для объявления сворачивания есть. Вся экономика очень сильно лучше за последний год действия QE3, и сворачивать могут начать. Но, опять же, сейчас не очень хорошее время для начала сворачивания, потому что в январе с большой долей вероятности повторится октябрьский шатдаун, ожидается повторение шатдауна, и в виде него ФРС может опять нанести достаточно сильный урон рынку, если сворачивание QE3 совпадет с шатдауном. В принципе, моя позиция состоит в том, что QE, оно, в принципе, неэффективно для стимулирования роста рынков. Она сама по себе программа, и она лишь несет информационный эффект. То есть, если программа работает, ФРС продолжает, то можно покупать рисковые активы. А вот если ФРС начинает сворачивать, то все, монетарная политика начнет ужесточаться в скором времени, и это просто рынок интерпретирует как сигнал покупать-продавать. Потому что люди все всегда упрощают, сложно понимать сложные вещи, а тут все просто. Стимулируют, покупаем, начинают сворачивать, уменьшать, продаем, все. Такая логика немножко неоправдана, потому что в рамках действий программ QE 90% всех активов было скоплено на избыточных резервах банки ФРС. Они сейчас оставляют 2,3 триллиона долларов, накопленных банками, частными банками. И оставляют 25% баланса американских банков. Это кэш, деньги. Они не пошли в систему, если они пойдут в систему как раз, то тогда может случиться настоящий ралли по многим рисковым активам, в комодах и так далее. Поэтому, в принципе, сама сворачивающая QE 3 для меня вообще, то есть я воспринимаю это совершенно нормально, программа неэффективная. Вопрос, что они будут делать дальше, то есть как они это проинтерпретируют рынку. Если они начнут найдут способ стимулировать выход из денег на глобальной рынке, то следующий год может быть наиболее успешным, чем даже этот. И ралли в индексе S500 может быть даже более сильное. А у них есть вообще такая необходимость, чтобы эти деньги вышли на рынок? Есть, потому что рост неустойчивый. Безработица все-таки в широком плане остается очень высокая. Коэффициент участия в рабочей силе находится на уровне 35-летней давности. И рабочие места еще даже не достигли этого пика, который был в 2007 году. Поэтому, в принципе, в 2007-2008 годах. Поэтому, в принципе, потенциал есть для стимулирования. То есть вопрос, как оно будет меняться. Вот если говорить про нашу экономику, да. Это был на российском облигационном конгрессе, 11-м, по счету уже проводит его Сибонс. Там были две панельные дискуссии основные. Там дискуссия макроэкономистов, дискуссия рыночных аналитиков, модераторов, в которой был я. Ожидание макроэкономистов российских. Экономика замедляется, все будет достаточно плохо. Мировая экономика растет, но Россия в этом росте, по сути, не будет участвовать. В рост пропустит. Они очень негативно смотрят на рынок акций. Причем все там выступали, 5 наших видных макроэкономистов. Все смотрят на рынок акций. Я хочу удачи, все наши макроэкономисты. Все наши. Все наши. Это из Минфина Максима Орешкина, Евгений Надоршин из Авкосистемы и так далее. То есть, в принципе, все очень известные, авторитетные люди. Они смотрят, возможно, видят понижение ставок по репостному ключевому ставку с нашего центрального банка. И ожидают очень сильно девальвацию рубля. Да, примерно 35 рублей по итогам следующего года. Ну, кто-то больше, кто-то меньше степени. Ну, это не очень сильно все-таки, если мы 33 спорта не видим. Да, это не очень сильно, но, в принципе, достаточно существенно. У них ожидания такие более негативные. И, в принципе, не видят, что экономика российская будет сильно расти и так далее. То есть, они умеренные оптимисты, скажем так. Смотри, вот мне немножко фраза такая задела. Они ожидают роста мировой экономики, а Россия останется в стороне. Да, из-за наших структурных проблем. У нас закончился инвестиционный цикл, начатый там еще до финансового кризиса. Металлургия закончилась, программа модернизации. И все, и сейчас инвестиции очень сильно падают. Поэтому заканчивается программа стройки в Сочи условно. И все, сейчас у нас экономика будет. То есть, стимулов никаких у нас видимых. Да, плюс закончилась фаза активного роста потребительского кредитования в нашей стране. Сейчас это потребительское кредитование очень активно зажимается в рамке. И это уже не будет таким сильным драйвером роста, как оно было последние три года. Поэтому вот у нас пропадают наши внутренние факторы роста без проведения структурных реформ. И нет особых мощных факторов роста для глобальной экономики. То есть, там, ускоренного роста потребления нефти, то есть, резкого роста потребления железной руды, кокса и так далее. То есть, в этом плане металлурги тоже выглядят. Металлурги не очень привлекательно. Ну, условно, то есть, в глобальном плане. Не мега рост, сто процентов условно. Ну, это понятно, что не сто процентов, да, уже глупо было бы сейчас. А мы, рыночные аналитики, которые там были представлены, все крупнейшие наши представители, директоры аналитических департаментов, всех наших госбанков и крупнейших частных банков, в принципе, более оптимистичны. Мы также ожидаем слабого роста экономики, ожидаем небольшого снижения процентной ставки в нашей стране, 25-50 байсных пунктов, ну, до полупроцента. Ну, что, ставки рефинансированные идут? Ну, да, ключевые ставки репост СЦБ недельный. Ну, то есть, она сейчас ключевая. То есть, мы видим, ожидаем неумеренного роста долгового рынка, умеренной доходности. Но, опять же, тоже не видим там какой-то мега роста на рынке акций. Но, в целом, нельзя сказать, что мы находимся на обочине мирового прогресса. То есть, у нас сейчас очень хороший центральный банк, новая команда очень хорошо работает. Также активно обсуждали текущий там, по сути, мини-банковский кризис, связанный с отзывом лицензии ряда крупных участников. Это особенно сильно ощутилось на рынке облигаций, потому что были продажи последнюю неделю-две от всяких банков крупных. Ну, похоже, опять, на спекулятивную реакцию. Нет, там даже не спекулятивная реакция, потому что многие банки друг на друга закрывают торговые лимиты, снижают свои риски. От греха подальше? Да, это провоцирует просто рост продаж на долговом рынке, который, в принципе, самый ликвидный для их точки зрения. Поэтому в нашем секторе две недели, три недели были такие продажи. Ну, в целом, то есть, вот моя позиция была самая оптимистичная, в принципе, среди всех участников из аналитических, кто представил аналитические департаменты. Я уверенно смотрю, что наш рынок, в принципе, хороший, финансовых услуг, в принципе, будет развиваться, все будет хорошо с нами. Слава Богу. Давайте еще раз прервемся, послушаем новости на Финам.ФМ, потом... Итак, друзья мои, продолжаем эфир, сухой остаток на Финам.ФМ, обсуждаем ситуацию на финансовых рынках. Ну, и сейчас как-то заговорили мы о 2014 году, да, какие прогнозы пытаемся сейчас озвучить. Причем, не только прогнозы моих сегодняшних гостей, да, и других не менее уважаемых аналитиков. По поводу гостей, еще раз я напомню, сегодня в студии Карена Саджанян, менеджер по работе с клиентами инвестиционной компании РМГ, и Дмитрий Дорофеев, главный стратег по долговым рынкам компании БКС. Телефон в студии 651099,6, код Москвы495, сайт компании финам.ФМ. Ну, вернемся, собственно, да, к разговору о следующем 2014 году. Озвучил Дима, да, ожидания и свои, и коллег, которыми пообщался на форуме. Карен, ты как видишь все-таки следующий год более детально, если можно, и с точки зрения глобальных событий каких-то, и с точки зрения локальных? Что касается глобальных событий, да, то есть здесь приоритет не изменится. Опять мы будем смотреть, как раньше, на Федрезерв, мы будем смотреть, как я уже говорил, на статистику труда из США, на промпроизводство США. Также мы будем смотреть, естественно, на котировки нефти, мы будем смотреть на, фактически, те же макроэкономические показатели Европы. Плюс мы, наверное, будем дальше смотреть, как бы, да, что происходит в России, вернее, уже будем смотреть не мы, а потенциальные иностранные инвесторы. Они будут смотреть, насколько правительство, скажем так, сдерживает свои обещания по улучшению инвестиционного климата. Насколько, вот правильно то, что Дмитрий подметил, скажем так, да, вот закончится Олимпиада. В принципе, это был достаточно мощный очень такой толчок для экономики, то есть там инфраструктура сильно росла. Мы видели большое количество, да, инфраструктурных компаний, которые были задействованы именно вот в подготовке Олимпиады. Часть из них торгуется на бирже, вот, кстати, что вот тоже, например, на мой взгляд, не очень хороший фактор, то, что там компания та же Мостатрест, которая, да, там, как так иначе задействована. На котировках я не могу сказать, что это сказалось, да. Другой вопрос, что здесь тоже есть некий момент, скажем так, не только чтобы сезонности, сколько, да, отсрочки, там, оплаты и так далее, то есть, в принципе, но в любом случае, на мой взгляд, как бы инвесторы должны это закладывать, то есть, вот, например, для меня непонятный момент, почему компания Мостатрест стоит вот тех денег, которые она сейчас стоит, а не, там, минимум, на 50% выше. То есть, здесь уже возникает вопрос, действительно, наверное, корпоративного управления и так далее. Также, я думаю, что мы будем также пристально смотреть и, в принципе, как участники рынка, будем ощущать выводы денежных средств, да, из России или притоки, это тоже будет достаточно немаловажный фактор. Ну и еще, естественно, как бы, да, рост экономики России. В принципе, действительно, пока что данные неутешительные, и даже те прогнозы, которые заявляются, как сказал Дмитрий, они могут оказаться вполне нереалистичными. Слишком оптимистичными, да. Да, тем не менее, я еще раз подчеркну, что я позитивен, я позитивно смотрю на следующий год, потому что я считаю, что достаточно большое количество компаний, даже при текущих, там, да, ситуациях, которые мы видим, ими управляют достаточно сильные менеджеры. Говорить, государственные компании, это не государственные, это уже второй разговор, но то, что во многих компаниях, которые торгуются на рынке, у них достаточно сильный менеджмент, хорошее управление, это факт. Компании показывают и в условиях, скажем так, не очень хорошего рынка, не очень хорошей кухниктуры, очень неплохие результаты. Поэтому вот такие истории будут двигать рынок. Плюс мы не забываем, да, что рынок, поскольку сжался, то сейчас для того, чтобы рынок двинулся вверх, нужно гораздо меньшее количество денег. Вот это я хотел уточнить, да, может быть, ожидание притока в том числе будет связано с неким спекулятивным капиталом, который, собственно, как зашел, так и вышел, да, Да, то есть, понятное дело, что, например, первое движение может задать достаточно небольшой капитал. То есть мы видели, например, да, как вот месяц назад, как рынок просто улетал, да, и, в принципе, объемы не сильно менялись. Ну, то есть они там возрастали процентов на 20, на 30, но какого-то кардинального там изменения цифр мы не увидели. Ну, смотри, тем не менее, позиции инвестора, я даже боюсь сейчас называть его долгосрочной, потому что, по-моему, таких нету практически уже на российском рынке. Ну, смотря что, считать, вот год это долгосрочный инвестор или нет? Как вы считаете? Ну, это, конечно же, не долгосрочный инвестор, а краткосрочный. Ну, может, средний инвестор. В масштабах мировой экономики это краткосрочный. У нас это, в принципе, даже серьезный инвестор. Ну, в принципе, на мой взгляд, вот в текущей ситуации для рынка акций год это, в принципе, то есть это можно считать инвестором. То есть это, я не буду бросаться там такими определенными словами, долгосрочный или нет, но это инвестор. То есть это человек, это, ну да, может быть, да, это... То есть это не спекулянт, да? То есть, плюс мы видим, скажем так, не утихающий спрос в дивидендных историях. Мы видим, что все, давайте возьмем там Сургутнефтегаз, Башнефть, МТС, вот АФК-система, которая, скажем так, сейчас находится на своих фактически исторических хаях просто из-за возможности выплаты высоких дивидендов благодаря каким-то сделкам. То есть, это говорит о том, что, с одной стороны, инвесторы ищут более или менее тихо-спокойную гавань, с другой стороны, что все-таки мы видим результаты хорошего управления на российском рынке. Поэтому вот такие истории будут как бы держать рынок, будут толкать его вверх. Но просадки будут, то есть, волатильность будет оставаться. Естественно, мы понимаем, что когда рынок не такой ликвидный, то волатильность на нем будет достаточно высокая. — Дим, возвращаясь к твоей теме, да, собственно, к рынку облигаций. — Ну и, в принципе, любой другой рынок из глобальных. — Из глобальных. — Ну, ладно, мы сейчас все-таки обсуждаем рынок российский, да, и рынок бандов. Прежде всего, я хотел бы вопрос задать относительно того, что все-таки частному инвестору сложно оказаться там, да, поучаствовать в этом мероприятии. — Очень сложно, то есть, в принципе, на облигационном рынке поучаствовать. Это, в принципе, рынок больше квалифицированных инвесторов. У нас вообще в России есть большая проблема, что частный инвестор, он знает рынок акций, может там активно спекулировать, может активно спекулировать на рынке форс, на фьючерсах, но слабо знает рынок облигаций. Хотя это не совсем заслуженно, потому что если есть какой-то капитал, особенно там крупный достаточно капитал для масштаба денег, там, сбережения человека, то его можно размещать в облигациях. Особенно в еврооблигациях, которые являются прекрасным альтернативой доллару в депозиту. В долларах можно с умеренным риском зарабатывать больше 10% в облигациях нашей крупнейшей компании. С плечом, без плеча. Без плеча в облигациях розничных банков, ну, самых наших весных розничных банков можно 10% в долларах без плечей. — После последних, после известных событий, да, недавних? — Нет, даже и раньше можно было. Раньше можно было еще больше получать, сейчас, наоборот, даже меньше. Так, у нас сильно снизились, но все равно можно в наших хороших и голубых фишках зарабатывать. То же самое в еврооблигациях Сбербанка с небольшим плечом можно зарабатывать 4, 5, 6% в долларах. Гораздо больше, чем предполагают их долларовые депозиты. И так по многим банкам. Эта тема, наверное, очень интересна клиентам, которые накопили, во-первых, какой-то капитал, потому что там цена входа минимум 200 тысяч долларов, ну, лучше, если есть 500 миллион долларов. Таких, конечно, мало, и для таких клиентов, которые не имеют такие деньги, их, ну, подавляющееся, большинство на нашей стороне нужно, ну, правде, в глаза смотреть. Им могут подойти рынок облигаций, но, опять же, он слабо привлекательный для них в том смысле, что наш рынок облигаций, в первую очередь, инструмент для банков. И для частного инвестора он может, ну, востребован в том плане, что часть средств, которые они размещают на рынке акции, он может покупать облигации и в них получать какие-то деньги. Условно, там, 9, 10, 12 процентов годовых он может получать. То есть портфельку диверсифицированный, условно, 50 процентов в акциях, 50 процентов в облигациях, есть просадки, пока продаешь облигации, покупаешь акции и наоборот. То есть вот именно в такой форме это, ну, помогает сильно снизить волатильность портфелей, особенно, там, частных инвесторов, ну, и повысить конечную доходность. Ну, это вот моя позиция. Но если есть большой капитал, то это, в первую очередь, рынок облигаций, хорошие деньги, особенно, если, там, деньги у тебя в Швейцарии лежат, где, там, нулевые ставки, то можешь купить, там, еврооблигации наших компаний, голубых фишек Газпрома и получать хорошую доходность при очень ограниченных рисках. В принципе, российский рынок еврооблигации, он один из самых хороших с точки зрения риск-доход. Риск, он очень много переоценен в масштабах всех остальных там стран, но хотя, на самом деле, он не такой высокий, какой имеют даже многие европейские страны. И поэтому это предлагает хорошее соотношение риск-доход. А тогда, можешь ли ты, Карен, да, тоже присоединись к этому разговору, можете ли вы мне объяснить, а почему же все же, для иностранного инвестора, прежде всего, интересен российский рынок облигаций и неинтересен российский рынок акций? В облигации позволяют размещать большие средства на длительный срок. То есть сейчас доля нерезидентов на сегменте государственных УФЗ длинных больше 10 лет, срок инвестирования больше 50%, а совокупная доля на рынке 25%. 50% инвестировано, порядка 30 миллиардов долларов зашло за последние два года на рынок российских облигаций. В следующем году будет открыт наш рынок корпоративных облигаций для нерезидентов, не смогут, например, их покупать, продавать через Евроклир. Это еще повысит спрос нерезидентов. Ну, нерезидентов у них просто гораздо меньше аппетита к риску, доходность условно реальная там в 5%, 5-6-7%, для них это хорошо. Для наших физических лиц это мало, то есть им гораздо интереснее рынок акций, где можно поспекулировать, побольше заработать, но с большим риском. Ну, то есть в этом все дело, да? Ну, здесь смотрите, да, то есть вот важный момент, то, что Дмитрий указал действительно, то есть для что важно для иностранного инвестора? То есть, естественно, важно в первую очередь заработать. Весь вопрос, что понимание заработать, у нас, ну, как бы несколько отличается. Второй момент, это, скажем так, удачно, ну, неудачно, а правильно разместить большой объем денежных средств. Пока что, вот, российский рынок акций, он, вот, его ликвидность, она как бы сжалась, да, и поэтому, скажем так, вот большой объем, чтобы зашел, например, в какую-либо бумагу, это, во-первых, вызовет, а, рост котировок, то есть, и, б, у тебя, скажем так, еще есть риск выхода, да? То есть, например, происходит какая-то там, да, вот ситуация, которая вот ты, например, не закладывал, не закладывал модель. Мы не говорим о том, что это может быть крайне негативное, да, и надо будет, а, бежать просто, да, то есть просто не то, то есть, как бы, да, любой управляющий, он у него там, чтобы он проинвестировал в определенный инструмент, у него должно быть там энное количество пунктов, почему за, и энное там количество пунктов, почему против, то есть, и формируется какая-то модель. Если у него происходит какая-то, да, вот ситуация, которая в модель не заложена, то есть, естественно, эта модель тут же начинает пересматриваться. Если она пересматривается с результатом того, что тебе нужно выйти из бумаги, да, то вот у тебя здесь еще возникает один риск. То есть, грубо говоря, выйти там на... То есть, то есть, резко обрушивает, да? Да, то есть, у тебя, вот ты просто из-за такой невысокой ликвидности ты можешь просто там не разгрузиться по той цене, по которой ты хочешь разгрузиться, не разгрузиться так быстро, как насколько ты хочешь это сделать, ну и вот со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть, в первую очередь, это ликвидность. Второй момент, это все-таки сейчас надо понимать, да, как бы, кто инвестор в рынок облигаций. То есть, вообще, в принципе, рынок облигаций – это банковский бизнес. Почему вот мы говорим, да, что, почему вот физики не идут на российские физики, да, вот на рынок облигационный? Потому что этот бизнес забрал банки. То есть, глобально физику гораздо проще принести, положить деньги на банковский депозит и при этом получить какую-то гарантию того, что эти деньги вернутся. Потому что все-таки, я договорю, да, то есть, вот здесь какой момент, что если ты покупаешь акцию, и она может упасть, она может вырасти, да, но у тебя все равно есть актив, у тебя есть часть. То есть, здесь ты покупаешь долг, который, в принципе, потенциальный риск невозврата долга, он остается, как бы, да. В этом плане банк тебе, как посредник, он это нивелирует. То есть, ты, например, там, по рублям ты жертвуешь, там, тремя-четырьмя процентами, при этом у тебя есть какая-то гарантия. Поэтому для, скажем, физиков, мне, как бы, выбор здесь понятен и довольно-таки для меня лично очевиден. Для нерезидентов же немного другая история, да. Извини, расскажешь про нерезидентов. Я просто подумал о том, что, получается, что частное лицо, да, физик, как вы их называете, несет деньги в банк, размещает на депозите, а банк, соответственно, эти деньги... Покупает облигации. На них покупают облигации. Либо торгуют на межбанке. То есть, обычно нам, вот, если российский долговой рынок внутренний рассматривает, ставки на депозитные гораздо выше, чем по облигациям. Потому что облигации ты можешь зареповать в ЦБ под гораздо низкую ставку. То есть, это выгодно банкам. А частным физическим лицам это невыгодно в плане размещения... Я понял. Давайте еще раз новости, потом продолжим эфир. Ну что ж, друзья, продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам. Финам. Ну, как всегда, да, обсуждаем текущую ситуацию. Карен, прервал я тебя. Давай сразу продолжим. Итак, мы говорили об интересе у частного инвестора к рынку облигаций. И этот интерес, он, может быть, и наблюдается, да, но возможности, к сожалению, порой не позволяют частному инвестору инвестировать именно в инвестор. Да, и здесь то, что я вот хотел бы сказать, в принципе, поскольку облигационный рынок, это, в принципе, это банковский бизнес. И так сейчас, скажем так, да, вот все программы и количественного смягчения, и вообще в целом монетарной политики на Западе, они привели к тому, что большое количество денежных средств сформировалось, в первую очередь, у банков, и вторую очередь, у больших корпораций. То есть у них реально там много кэша, которым надо потратить. Естественно, не, ну, скажем так, ни один риск-менеджер не позволит корпорации, которые занимаются, там, допустим, промышленным каким-то производством инвестировать в акции, потому что, ну, это совершенно не профиль, это рискованно и так далее. Поэтому, естественно, вот для таких вот историй и облигационный рынок это идеально подходит. То есть есть возможность, да, каким-то образом управлять своими рисками, то есть, во-первых, в первую очередь диверсифицируя портфель. Второй момент, ты можешь разместить большое количество денежных средств, вот. Естественно, тебе, скажем так, да, рынок акций, это, ну, как бы, то есть это для тебя точно не подходит. Кто является главным инвестом в рынке акций? Это хедж-фонды, это управляющие компании, это различные подразделения wealth management и так далее. Кто является все равно конечным потребителем этих продуктов? Это, в первую очередь, это все равно, скажем так, хай, там достаточно богатые, да, индивидуальные инвесторы, это страховые компании и так далее. То есть это, скажем так, какой-то более узкий круг. Пусть и, в принципе, денежных средств там может быть не меньше. Но сейчас мы понимаем, что свободного кэша гораздо больше у банков и корпораций, поэтому, скажем так, и есть такой огромный приток на рынок облигаций, поэтому он так сильно превосходит вот именно, просто из-за того, что там, да, разные, абсолютно разные профили инвесторов сейчас вот в ходе вот в текущей экономической ситуации свободных денежных средств скопилось у одной, скажем так, у одного класса инвесторов и меньше у другого класса. Плюс мы не забываем, что также появилось огромное количество всяких фондов, CFD, которые торгуются, да, которые, они фактически уже инвестируют через всякие структурные продукты, поэтому и как инвестор тоже гораздо проще их покупать, ты можешь купить их на бирже уже. Ну, кстати, ты заговорил о CFD, о структурных продуктах, а есть на рынке облигаций что-то похожее? Конечно же, это самый большой рынок в мире, это рынок процентных деривативов, он просто огромный, исчисляется десятками триллионов долларов, самый ликвидный, самый ликвидный инструмент в глобальном плане это 10-летний US Treasuries, оборот там гигантский, в любую секунду ты можешь купить на несколько миллиардов долларов туда-сюда и не сдвинуть рынок, то есть и этот самый главный рынок, который торгуют там все банки, все корпорации в мире, то есть вообще, 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 как говорится. То есть и в этом плане, то есть там очень много процентных деривативов на разные сроки, ставки, это позволяет, ну, создавать банковский бизнес, в том смысле, что там хеджироваться от процентного риска, риска изменения, ну, изменения ставок в мире, наоборот, если ожидаешь, что монетарная политика будет там смягчаться, то можно покупать большие объемы, то есть реально большие деньги, то есть если крупный пенсионный фонд на Западе не могут на рынке акций работать, потому что у них накоплено 1 триллион долларов, куда-то можешь уложить 1 триллион долларов, чтобы не сдвинуть рынок сильно, только в облигации, в первую очередь, казначейские США и корпоративные. А, кстати, ну, предположим, тот же самый пенсионный фонд, имеющий триллион долларов, вкладывается в рынок акций и сдвигает его, ему разве хуже. И поднимает его в 10 раз, но он потом не сможет продать это по той же самой цене, то есть он может продать там 10% по той же цене, по которой он там на максимумах, но весь объем, если он продаст, то он бьет рынок в ноль, новый кризис в данной конкретной стране. Ну, и даже если рынок не бьет, то, по крайней мере, в минус-то точно выйдет сам. Ну, да, то есть, если, допустим, наш... Я надеюсь, весь вопрос, когда ты входил, когда выходил, то есть, да, но в любом случае, то есть для тебя, как для управляющего, это будет гораздо большей проблемой, да, то есть это для тебя, несмотря на то, что это может быть самый ликвидный класс актива вот в данной системе, там, да, и в данной стране, все равно для тебя это может быть гораздо большим неликвидным в целом по отношению к другим вещам в твоем же портфеле, да, то есть у тебя там, может быть, я не знаю, на 100 миллионов долларов Сбербанта, или там на миллиард, например, даже, да, допустим, гипотетически, да, или там на миллиард долларов у тебя там US-трежерис. От чего быстрее ты избавишься как бы? Ну, то есть от US-трежерис ты избавишься в течение минуты, наверное, а от Сбербанка ты нужно... Ну, да. То есть, в принципе, тут общая там диверсификация и диверсификация, диверсификация, то есть акции, то есть там гораздо меньше объема размещен пенсионных средств, ну, тоже большой, вот глобальный фондов всегда рассматривать. Но основной, конечно, долговой рынок, потому что он самый большой рынок, в принципе, в мире, куда можно размещать средства. В России этот рынок активно развивается, то есть он рост там по 30-40% ежегодно, если там 3-4 года назад это был маленький достаточно рынок, сейчас это большой, у нас еврооблигации больше, чем 100 миллиардов долларов. Я подумал о том, что мы все время говорим, да, сравниваем, по крайней мере, с точки зрения финансовой грамотности, ну, или просто развитости рынка, что, в частности, в Америке, каждая, в кавычках, домохозяйка, да, имеет там свою позицию на фондовом рынке. В России, к сожалению, это не так. А вот та же самая домохозяйка в Америке, она имеет доступ, как частный инвестор, на рынок облигаций? Конечно же, имеет, но просто там доходность, нужно понимать, что там очень маленькие доходности сейчас, там, по корпоратам от 1%, даже ниже есть доходность по коротким инструментам. Редко, когда они превышают 5%, редко, когда, то есть это очень плохая облигация. То есть в этом плане им неинтересно, то есть им гораздо выгоднее покупать сейчас акции, там, из списка 500, ликвидные, дивидентные истории, с них они им плавят налогов, с переоценкой, ну, если торгуют своих пенсионных счетов, то в этом плане, то есть рынок акций, возможно, даже им более привлекательны. Ну и, в принципе, у них в США... Но с технической точки зрения они все-таки доступ имеют, в отличие, я говорю, от нашего инвестора, частного. Ну да, да, то есть мы не можем торговать американскими облигациями, то есть в таком плане, то есть мы можем там, ну, специальные схемы, ну, не так просто, но можно, ну, там просто не привлекательны. Там очень низкие доходы за счет того, что ФРС предоставляет ликвидность. И вот весь мир поэтому торгует, по сути, еврооблигацией. И еще здесь важный момент, да, что там точно такая же ситуация с банками, да, то есть там вы, отнеся деньги на депозит, вы получаете там, ну, то есть существенно ниже, чем то, что может предложить своему клиенту российский банк. Поэтому, собственно, и получается, что, да, вот, если мы говорим об индивидуальных инвесторах, то у них, как бы, для них гораздо подбольше точно так же подходит рынок акций, потому что, в принципе, рынок облигаций им дает достаточно высокий доход, да. То есть если у вас там деньги в рублях, и то вам даже проще купить акцию с какой-то дивидендной историей и зарабатывать на, а, на возможном росте котировок, и плюс получать дивиденды, да, и тогда вы вполне вероятно обгоните депозит, чем если вы купите, например, там, рублевый бонд. Поэтому здесь, опять-таки, да, это просто разделение на класс. Дима не согласен, видишь? То есть рублевый бонд может интереснее быть, чем я, конечно, дивидендную бумагу возьму. Нет, даже рублевый бонд может быть интереснее. Может быть, конечно, может быть, да, но здесь надо понимать, что это рублевый бонд будет уже, как бы, да, ну, там, это будет второй эшелон считаться. То есть, опять-таки, скажем так, нам, да, вот, если смотреть, там, на стакан, там, второго-третьего эшелона, там, облигации, ну, Дим, ты согласись, что там ликвидность тоже, ну, как бы, невысокая, да? Ну, вообще, то есть, я повторю мысль, что вот рублевые облигации для локальных инвесторов не привлекательны. Привлекательны только еврооблигации, выраженные в долларах, которые там может получать рублевую доходность, это плюс 6% по текущим котировкам. И вот там, ну, там ограничение, что тебе нужно иметь минимум полмиллиона долларов, чтобы там работать. А еврооблигации, это что значит евро? Это просто еврооблигация, обращающаяся на международном рынке, у нее нет определенной страны, где она обращается, то есть, это обычно, ну, обычное звание для международного рынка. Это, это, нет, ну, скажем так, да, если мы говорим про российские компании, да, то это долг российских компаний, который номинирован в иностранной валюте. Ну, да, и они просто выпускаются обычно, там, на ирландской бирже и так далее, то есть, но у них нет регулятора единофинансового, просто торгуют институциональные инвесторы. Еврооблигация, такое ее название. Да. Причем это долг российской компании и не обязательно иностранцу. Ну, как правило, это просто выпуск вне родной валюте для компании, то есть, если еврооблигация... И, скорее всего, вне, скажем так, вне юридической, ну, то есть, вне России. Да, еврооблигация не регулируется никакой стороной, то есть, это международный рынок, то есть, и регулируется только самими институциональными инвесторами, то есть, в этом их преимущество. Но ограничение для частного инвестора это полмиллиона долларов минимум. Там есть деньги, ты можешь с сравнительно маленьким риском получать 12-15%. Спекулятивные, там, также можно спекулировать, также можно потерять, если ты будешь активно спекулировать, но можно заработать. Просто, когда была высокая доходность, сейчас меньше. А спекулировать они, в смысле... Сильно меняются котировки. Да, в ценах меняются. То есть, там, за год, вот наш сейчас самый длинный евробонд по-российски, Russia 42 был самый ликвидный, а за год он упал на 25%, потому что так кривая процентных ставок сдвинулась. Но за год он до этого выпал... Инвесторы могли заработать 25%. То есть, ну, это самый длинный евробонд, то есть, самая высокая волатильность. Если покупаешь более короткие евробоны, которые гасятся, там, через 3-4-5 лет, там волатильность меньше, и там, ну, прогнозируемость выше. Я понял. Дорово, здорово. Ну, видите, какой мы сегодня ликбез устроили еще, да? С того какого-то, Дима приехал, главный стратег. Давайте, у нас есть минутка еще, полторы может быть. Смотрите, я бы хотел ваше мнение по рублю услышать, что будет до конца года, ну, и ближайший опять на 14. Вот смотрите, значит, 31.60, 33.50, в общем, годовые максимумы практически увидели. Сейчас 32.60 пусть будет, да, в середине этого диапазона что-то будет меняться. Я думаю, до конца года я не думаю, что сильно. Потом, возможно, наверное, мы можем корректироваться. Наверное, там надо смотреть еще на евро. В принципе, евро может достаточно сильно укрепляться, на мой взгляд. Плюс к весне, наверное, там будет уже период налоговых выплат. Там есть вероятность, что рубль будет укрепляться. Но, на мой взгляд, сейчас правильно смотреть еще и на евро. На евро против рубля. Да, то есть у евро достаточно такая сильная позиция, на мой взгляд. Потому что евро-доллар растет, да, Дим? В принципе, до конца года рубль может, ну, стандартная волтильность, минус один процент, ничего серьезного сейчас произойти не должно. Первый квартал для России самый хороший. Профессит торгового баланса. Традиционно рубль последние пять лет в первые три месяца растет. Высокие экспортные поставки газа в Европу, низкий импорт услуг, товаров. Потому что основной сезон заканчивается именно осенью, зимой, до Нового года. Поэтому первый квартал, я думаю, рубль может хорошо укрепиться. Относительно бивалютной корзины. И там по евро-доллару, как поведет пара себя, немножко непонятно. Но в целом, то есть есть тенденция к укреплению. И вот в апреле нужно будет уходить в девальвационную волну. В мае рубль последние пять лет всегда падал. Также в августе там есть объективные факторы, необъективные. Селомейн, гоуэй, как говорится. То есть эти факторы, думаю, будут действовать в полной мере. Но по итогам года, то есть я жду рубль-доллар на курсе 34+. Ну, то есть недалеко от текущих. Ну, выше-выше. Кстати, если поменять ожидание девальвации, ну, слово нехорошее, но у тебя ослабление рубля, это как раз опять придется на весну, на второй квартал. Я думаю, да, то есть это ближе к маю. Огромное спасибо, Карен Асаджанин, Дмитрий Дорофеев. Сегодня были в студии с Ховостатском. Мы обсуждали текущую ситуацию, поговорили о рынке облигаций. В том числе. До свидания. Успехов.